Вот знаете, даже когда старая ферма была, такого запаха не было. Или они вот туда, как бы сказать, в овраг, они эти самые источные свои гоняли. Старожилы говорят, раньше в Нижнем Афанасово жилось лучше. Как и сейчас, неподалеку находилась ферма. Но её стоки сливали подальше от села, поэтому никакого зловония и не чувствовалось. С появлением же нового производства ситуация изменилась. Жители уверены, запахом навоза уже пропитались не только одежда и стены, но и сами люди. Эту ферму, как говорят, вот здесь дорога будет, якобы её должны убрать. Но это, конечно, маловероятно. Такую огромную ферму никто и убирать не будет. Пока уберут, мы даже задохнёмся здесь этим запахом. На них ничего не действует. Даже я не знаю, кто хозяин этой фермы. Они не обращают на жителей, они живут своей жизнью. У них прибыль идёт, им хорошо. А то, что людям здесь дышать нечего, это их, конечно, не волнует. Это, где красное здание есть, там они оставили себе небольшой котлован. И с той стороны за забором оставили себе котлован. Видать, жижу льют, а сейчас вот дожди их переполняют, всё сюда идёт. Озеро из навоза мучило жителей Нижнего Афанасова с десяток лет. Неоднократно они жаловались во все инстанции. В прошлом же году проблему наконец-то решили. Сюда направили тракторы и камазы, чтобы откачать и засыпать нечистоты. Однако на днях история повторилась. Вот это поле в прошлом году полностью залито озеро было, самое настоящее озеро. А потом приехали корреспонденты, какие-то меры приняли, всё это убрали, распланировали. Значит, всё было нормально. А вчера, значит, я пошёл с собакой гулять. Вот здесь вот идёт, отсюда идёт ручьём. Вонище, невозможно. Я здесь пройти не могу. Вот оттуда через это самое мы с собакой прошли. И бежит, значит, вот эта навозная жижа, бежит, значит, вот в этот дом и к нам сюда, в посёлок прямо. На самой ферме утверждают, что они заботятся о местных жителях. Органические удобрения отстаиваются в специальных котлованах. А разлив невозможен. Этому препятствуют сооружённые земляные валы. Правда, откуда тогда запах, не объясняют. Ситуацию взяла на контроль администрация города. Проводится проверка. Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.